Двое саровчан лишились своих велосипедов на прошлой неделе. Один велосипед хозяйка оставила непристегнутым прямо на улице. Железного коня увели и успели продать. На следующий день велосипед был найден. Второй стоял без замка и цепи в подъезде. В данном подъезде и около подъезда имеются камеры видеонаблюдения. Так что сейчас лица устанавливаются. Скорее всего, будут установлены. Продолжаются мошенничества через интернет. На этой неделе пострадал мужчина, который заказал на сомнительном сайте монеты времен Екатерины II. Внес стопроцентную предоплату в размере 20 тысяч рублей. На данный момент монеты не поступили. Продавец не выходит на контакт. На сайте не имеется ни телефонов, ни данных о регистрации юридического лица. Растет число обращений от горожан по поводу хищения денег с бесконтактных банковских карт. В этот раз саровчанин лишился существенной суммы. Карту свою данный гражданин потерял. Карта бесконтактная. Неустановленное лицо, воспользовавшись ей, покупая продукты питания в различных магазинах, похитило 15 тысяч рублей. Для сотрудников ГИБДД неделя выдалась напряженной. Было зарегистрировано 17 ДТП с материальным ущербом и два с пострадавшими. Одна авария произошла на улице Пушкина. Вот водитель, 87-го года рождения, заявительница, управляя машиной Peugeot 206, двигаясь по дороге с односторонним движением по улице Пушкина напротив дома 12, выбрала такую скорость движения, которая не обеспечила ей возможность постоянного контроля с движением транспортного средства. И при возникновении опасности не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на световую опору. Как рассказала водитель, навстречу ей по дороге с односторонним движением ехал велосипедист, от столкновения с которым она и пыталась уйти. Женщина и ее малолетний сын-пассажир получили ушибы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.